всем привет тема сегодняшнего эфира методы инвестирования поговорим о том с чего начать инвестирование какие методы бывают какие риски дубль 2 у нас потому что первое не зашло связь не работала ждем всех ждем 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 дубль пойдет раз раз проверка связи да хорошо слышно сейчас получше давайте специалистами движимости работаю в твери также платки россии составляют договора купли-продажи проверку объектов делаю также инвестирую инвестирую в недвижимость на фондовой и валюты давайте еще раз меня зовут елена лаврова я эксперт по наукам я так рада что моя область она касается всех и при инвестициях и на бирже и при недвижимости и при работе в онлайн stories что ни возьми всегда мои знания мой опыт пригождается это круто да и мы можем поговорить сегодня о налогах в инвестиции какие у нас есть льготы вот но в основном я конечно обожаю онлайн люблю своих клиентов которые работают онлайн спасибо здорово меня зовут алена наймайер я живу в нижнем новгороде я эксперт по stories помогаю новичкам в этой области и уже экспертом продавать через stories не продавая а также продвигаться через этот инструмент через stories также я занимаюсь инвестициями есть свое сообщество в котором уже практически тысячи человек у меня большая команда помогаю новичкам в инвестициях и опытным инвесторам зарабатывать и благодаря именно инвестициям я могу заниматься своим любимым делом снимать stories и учить этому других ребят вот спасибо так удобнее давайте а вы во что инвестируете мы организовали свое сообщество стоп лидерами и уже опытными инвесторами проанализируем проанализировали рынок и посмотрели какие сейчас инструмент есть на рынке а их очень много для инвестиций и мы стали разбираться очень плотно в этой теме и благодаря тому что у нас в составе владельцев отеля есть опытные уже инвесторы они провели серьезный анализ и мы топ лидеры проверили на себе инструменты которые сейчас у нас есть портфеля отеля и уже потом после этого дали своим командам то есть мы не все подряд инструменты берем мы не ходим по разным там проектам по хайфом только ради того чтобы просто заработать а мы хотим обезопасить себя и свои команды благо сейчас диверсификация наше все и поэтому мы добавляем в портфель отеля только проверенные инструменты мы сейчас инвестируем в основном это криптовалюта который приносит нам сейчас хороший очень доход и для того чтобы минимизировать риски мы добавляем в портфель много инструментов которые сначала проверяем на себе потому что в инвестициях риски есть ну они всегда есть хоть на хоть консервативных инструментах хоть более высокодоходных более рисковых высокорисковых отель да называется наше сообщество отель grand money пять звезд мы его так назвали и зовем не работать не вкалывать вот это все а отдыхать наслаждаться жизнью кайфовать благодаря пассивному доходу я как не пассивный просто инвестор проинвестировала и сижу жду дохода я активный участник сообщества то есть я приглашаю людей рассказываю о возможностях и люди же сами принимают решения готовы они сейчас вместе с нами двигаться в системе в сообществе как у нас есть прям отдельные отдельные чаты либо же они хотят двигаться там самостоятельно и вот кстати у меня есть встречный вопрос Саша тебе как вот такому человеку опытному ты работаешь тоже в сфере инвестиций на фондовом рынке очень интересная тема но она более сложная для меня лично то есть я в инвестициях могу назвать себя новичком наверное меньше меньше полугода я в этой сфере но так как я в сетевом уже достаточно давно есть большая команда и поэтому возможно даже мне легче с чем-то но фондовый рынок тоже мне интересен не слышно не слышно не слышно слышно так да ну как то ты ты остановись ты не двигайся успокойся расслабься не стой на месте где свеча хорошая я консервативный инвестор я да на фондовом рынке он как говорят облигации надежные но облигации мне не зашли мне интереснее акции но акции я покупаю тех компаний с которыми я сталкиваюсь сама по жизни то есть господин сбербанк ВТБ северсталь то о чем я знаю то есть я не покупаю что-то там неизвестное я все как надо консервативные инструменты то есть я покупаю не менее рисковые и евро то есть у меня есть такая вот прям я отработалась что-то приходит мне на карту вот прям вот каждое поступление работает и я даю какую-то сумму там тысячи рублей сто тысяч и покупаю одну и два вот так я коплю наверное это многим близко будет потому что многие из больших сумм начинают и на самом деле это страшно да с больших сумм да на себе проверила да да доллары и евро они всегда то есть даже за границу мы ездили накопили сто долларов сняли то есть вот такими минимальными шашками я приучила себя и так получается что раньше как бы все деньги уходили а теперь все равно что-то да никогда в жизни мне нравится фондовый рынок еще ты купишь да акцию там что-то а назад ты не хочешь снимать ты хочешь чтоб дальше росло и так оно копится пробовала счетами складами да как онлайн удобно же тоже кинула и все но все снимается я заметила все снимается вот вот доллары и евро нет биржи нет как продать себя вот такой инвестирование очень но и деньги копится там сто рублей никогда ты не забыла вот там одно копится и хорошие суммы рэп дайте обратную связь как слышно сашу у меня немного заикается напишите пожалуйста в чате как слышно стучь улавливаем но немного все равно звук заикается у меня так звук да да пока пока даете обратную связь в чате лена да правильно зовут еще одного спикера правильно да лена да расскажи пожалуйста тогда вот как вот у тебя как ты относишься с своей экспертной темой именно финансом инвестициям и что можешь рассказать нам как можно обезопасить себя с точки зрения юридической отлично я вам сейчас расскажу что я думаю по этому поводу у меня есть что рассказать но сначала я хочу очень полезно будет вопрос да девочки скажите вот алена ты говоришь можно женатую да разумеется да отлично алена смотри ты говоришь что ты инвестируешь и на этот доход ну живешь живу живешь вот смотри да то есть получается что ты покупаешь акции и те деньги которые ты как их то есть играешь на разнице в цене покупаешь по май ты покупаешь по большой или как и куда потом эти деньги ты их забираешь себе или обратно инвестируешь еще больше я инвестирую не не в акции не в облигации то есть я не консервативными инструментами сейчас не на них зарабатываю а на криптовалюте на арбитражной торговле то есть есть платформа которая позволяет проинвестировать в нее и криптовалюта покупается дешевле продается подороже и на этой разнице как раз и зарабатываю я и плюс еще есть возможность на партнерке зарабатывать то есть я рассказала там своему другу он тоже захотел начать инвестировать и я еще зарабатываю с партнерки плюс то есть еще один способ заработка это не акции облигации это криптовалюта и соответственно там есть возможность вывода на криптокошелек на любой то есть соответственно криптокошелек потом банковская карта вот такой вывод то есть деньги приходят на карту если об этом был вопрос ну то есть скорее всего получается что ты зарабатываешь на купли-продаже да купила продала подороже то есть ну это просто видимо как ну как вид бизнеса но не как инвестировать я так понимаю то есть если криптовалюту на пяти а то есть да и все тот доход который ты получаешь ты на него живешь то есть ты не увеличиваешь этот оборот у себя да вот этот вопрос попустила часть я обязательно реинвестирую то есть я расширяю свой пакет сумму своей инвестиций этот пул свой который участвует в инвестиции в торговле я его постоянно расширяю то есть я тело не вынимаю вот это тело оно постоянно она мне приносит доход, а часть я вывожу. То есть каждый день я стабильно, там, 100, 150, 200 долларов я вывожу. И, соответственно, этот доход постоянно растет. Душе того, что у меня у самой увеличивается мой пакет. Там сначала было 3000 долларов, 4, теперь 5, и оно постоянно растет. Это только в одном инструменте. И, соответственно, плюс еще команда растет за счет еще вот того, что люди тоже инвестируют, тоже хотят выходить на пассивный доход. И еще плюс вот это позволяет тоже иметь деньги всегда. Деньги есть всегда. Алена, а вот смотри, это сетевой маркетинг, да? Правильно понимаю? Да, сетевой элемент тоже есть в бизнесе. Скажи, пожалуйста, а вот вы продаете кому валюту? На каком рынке вы продаете? Что это за рынок? Да. Есть платформа, которая позволяет, то есть там робот, который управляет всей этой системой. Не я лично сама там смотрю, где там поднимается криптовалюта в цене, где опускается. То есть я не ловлю, я не отлавливаю все эти графики, я просто инвестирую, кладу деньги на свой счет в проекте. И есть робот, который, интеллект искусственный, который позволяет делать это, то есть без моего участия вообще. Вот такой вот очень классный инструмент, который позволяет мне реально на пассиве зарабатывать. А этот инструмент внутри вашего сетевого бизнеса, да, то есть это не рынок, вот, на котором все, кто хочет, может продавать не тот, кто у вас в системе, а любой человек? Или это ваша конкретная биржа? Нет, это вход для любого человека. Там реферальные системы, ты регистрируешь, появляется ссылка, и ты можешь понимать. Я понимаю, но вот если я не в вашу сетевую, ну, не подписалась. Не в команде. Я могу, я могу на этой бирже продать свою кристалюту. Здесь нужно зарегистрироваться только по реферальной ссылке, либо в нашем сообществе, либо где-то там у кого-то может быть сосед, который тоже на этом сайте зарегистрирован и тоже занимается продвижением этой платформы. Можно зарегистрироваться любому человеку. Я поняла. То есть это ваша, ну, ваша внутренняя система, в которой вы работаете. Делимся с другими людьми. Да, все, я поняла. Угу. У нас вопрос, Леня. А вход в платформу бесплатный или бесплатный? Вход, сама сама регистрация бесплатная. То есть можно зарегистрироваться, посмотреть, что это такое, а, соответственно, потом уже принять решение. Захочешься заходить, там вход от 50 долларов. То есть ты хочешь начать с минимальной суммы, можно с 50 долларов. Я решила по-крупному, я сразу на 3 тысячи зашла. Ну, как по-крупному. Есть инвесторы, которые на 10 или на 50 тысяч долларов заходят. Всех разное мышление, разная емкость финансовое мышление. Поэтому, да. А сейчас же была такая информация, чтобы криптовалюта очень упала в цене. Это именно так? Арина, криптовалюта, он вообще, в принципе, биткоин и вся криптовалюта, это такая достаточно волатильная, волатильный такой момент, что может она там скакать то выше, то ниже. То есть здесь риски есть всегда и везде, и в том числе и в криптовалюте. То есть она может обвалиться, может подняться. Поэтому здесь никто точно не даст никаких прогнозов стопроцентных. Типа, вот, Ален, скажи, пожалуйста, вот я сейчас проинвестирую 100 долларов. Ну, сколько я заработаю? Слушай, брат, да, ты можешь заработать, а можешь все потерять. Жизнь такая штука. Поэтому здесь вообще, вообще никаких гарантий нет. Но я беру ответственность на себя, за свои деньги, за свои инвестиции. Не перекладываю ни на Васю, ни на Пете. Никто меня пригласил, никто мне рассказал об этой возможности. Просто инвестирую и получаю доход. Завтра может все прекратиться. Поэтому диверсификация – наше все. Есть один инструмент, второй. В нашем сообществе сейчас пять инструментов разных, которые мы раскладываем сюда, 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 сюда. Если что-то вдруг там случилось с одним инструментом, ничего страшного, прекрасный опыт получили, двигаемся дальше. И то же самое с другими инструментами. То есть у нас в портфеле пять инструментов. На следующей неделе мы добавляем еще один. Мы тестируем, проходит проверка инструмента, и мы его уже добавляем в сообщество. То есть сообщество – это такое экологичное сообщество, которое позволяет зарабатывать всем новичкам, даже тот, кто не разбирается вообще, в принципе, в инвестициях. И плюс хотим добавлять еще вот тоже низкодоходные, но более консервативные инструменты. Акции, облигации обязательно. Таким образом, еще и финансовую грамотность повышать. Почему бы и нет? там еще вопрос. Это, наверное, ко мне был. А доллары лежат на бумажке. Я до 100 долларов или евро копирую. 100 долларов мне снимаю, и они уже лежат на бумажке. На отдых, наверное. Не знаю, куда на старость. Но доллары у меня с евро лежат бумажки. По 100. А до этого вот по одному, по два я покупаю, скидываю, накопительный счет, и вот так вот коплю. Потихонечку. Лучше потихонечку, чем совсем не инвестировать. Лучше уж по тысяче, по 100 долларов, чем совсем. Со стороны наблюдать, что кто-то там зарабатывает, а ты такой, годы-то идут, тебе уже 20, тебе уже 30, тебе уже 40, а ты ничего не скопил. Так уж лучше начать с 10 долларов, чем совсем ничего. Копим, копим. Ну, то есть, я его посадила, он сидит, читает, и твое там куда-что вкладывать. Мы накопили предыдущую сумму вдвоем. Я говорю, на отдых. Нет? Ой, че же. Я говорю, зачем на старость? Вот я забыл, копим, 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 копим. Гелия, у вас вопрос, да, есть в чем-то какой-то? Да. Да, Саш, я хотела спросить, вот то, что ты инвестируешь и получаешь в акции, да, ты покупаешь акции Сбербанка, и они у тебя есть, или как, или ты получаешь дивиденды, привилегированные акции, или ты получаешь доход на купли-продажи, или ты просто их закупаешь, закупаешь, то есть, дохода пока с них нет. В основном у меня дивидендные акции, как говорят, должно дивидендных акций быть 40%. У меня, наверное, больше, потому что это интересно. То есть, этот доход приходит очень, но у меня капитализация идет. То есть, у меня они приходят, опять брокерские акции, я опять покупаю. То есть, у меня вот так. Есть просто акции, которые просто, ну, как, есть, вот так. Еще хотела рассказать, что я занялась инвестированием в недвижимость. Это интересно мне тоже. А давайте мы с акциями закончим. Алена мне задала вопрос, как я отношусь к инвестированию на рынке. Так, алло. А какая гарантия, что монеты не обвалятся именно в АГА? Вот это, я читала это, но я не поняла. В общем, гарантии, это просто... Никакие гарантии могут быть. Никакие гарантии, ребят, алло. Вас завтра могут уволить, если вы работаете в найме. Вы можете идти просто по улице и что-то случится, какой-то, не знаю, там, просто обвал сверху крыши. Ну, камон, ребят, никаких гарантий вам никто никогда не даст. Вы либо принимаете реальность, принимаете, берете на себя ответственность и идете в инвестиции, и получаете вашего бага. В общем, никаких гарантий нет. Но сейчас данные инструменты помогают мне просто жить, неслабляться жизни, иметь деньги в моменте. Что будет завтра, никто не скажет. Поэтому, опять же, напомню, диверсификация наше все. Просто опасно для жизни иметь один источник дохода. Минимум 5, а то и лучше 10. А в идеале пассивные, чтобы они были. Поэтому здесь вы только сами принимаете решение. Хотите получать пассивный доход, жить просто в удовольствие, наслаждаться ею. Либо один источник дохода, и это куда опаснее, чем просто взять и проинвестировать, стартануть хотя бы с 50 или со 100 долларов. Опаснее просто прожить пустую жизнь. Вот это опаснее. А проинвестируя 100 долларов и нечаянно их потерять, потому что рынок просто обвалился, это не риски, я считаю. Лучше взять от жизни все и рискнуть, получить, чем просто в 40, 50, 60 лет понять, что ты ни хрена ничего не сделал в этой жизни и просто так прожил. Поэтому я надеюсь, ответил на вопрос. Я для себя так отвечала в свое время, поэтому я отвечаю сейчас вам так. Я для себя так решила. Поэтому я сейчас смело об этом говорю. Ален, вопрос. Контроль над монетой. Контроль над монетой? Есть контроль над монетой? Не знаю, о чем это. Ну, наверное, кризис-валюта и контроль. Нет, но эта валюта, которая есть в одном инструменте, она привязана к курсу доллара. То есть она поэтому всегда, всегда, вот она, вот какой есть доллар, такая и монета. Один доллар равно одной монете. Все, соответственно. Какой контроль? Речь не про что, доллар, как бы. Больше. В общем, я не буду устраивать презентацию проектов и отвечать на вопрос человека, который в этом не разбирается. Если интересно тема инвестиций, то просто welcome, в личку, там уже подробнее разберемся. Вернемся. Наверное, многим будет интересно про недвижимость, про что я хотела начать. Да, вот это мне тоже интересно. Ну да, я уж пытаюсь в третий раз ответить на вопрос на у вас недвижимость. Мое отношение. Смотрите, у нас сейчас практически с каждого утюга кричат о том, что вы что, не инвестируете, да, инвестировать это, ну, это вообще круто, это обеспечение старости. Я вот в свое время, когда-то вот на пандемию, да, у нас было очень много времени, эта тема была популярная. Рассказывали, ну вот что, а как же вы старость свое обеспечите, да, вот если вы инвестируете. Я загорелась с этим вопросом, я решила, вау, классно, я поняла, я нашла способ как обеспечить себе старость, да. Вот, смотрите, тут какие моменты есть. Значит, вот я почему вас спросила, да, куда вот вы вкладываете и что происходит, то есть ваша жизнь, она не улучшается в моменте, то есть тот доход, который вы получаете, он идет и реинвестируется, то есть у вас накапливается какая-то масса, да, там тело или там еще что-то, как вы там называете, оно просто накапливается, то есть вы от этого ничего не имеете. Вот, допустим, да, там на старость копите, да, и вот старость наступит, грубо говоря, лет через 20. Вот эти 20 лет в вашей жизни ничего не меняется, не происходит. В это инвестирование ничего не получаете. Я каждый день ввожу деньги. Я каждый день ввожу деньги. Слушайте, я сбиваюсь, если не перебивают. Ален, я вас слушала. Я могу на рассчитывать, что вы меня послушаетесь? Да, конечно. Спасибо. Смотрите, то есть получается, что вместо того, чтобы улучшить свою жизнь, лучше питаться, лучше жилье обеспечить, нормальные условия, чтобы каждого было по комнате, я вот собираю, напрягаюсь. От этого напряжения у меня возникают всякие болячки. Например, грыжа у меня может возникнуть, да, напряжение. Я трачу, ну, я свое здоровье, зато у меня непонятный капитал, который, вот как вам сказать, вот вообще на самом деле, вот то, что в рынке происходит, то, что акции компании стоят каких-то вешеных денег, оно, ну, я как экономист, да, как человек с высшим образованием экономическим, я понимаю, что акция, это должна быть подтверждена активами компаний, да, вот, например, акции Тесла, они просто, у них возросла стоимость несколько раз непонятно, ну, вот просто за счет, вот, они мыльные пузыри, и вот все акции, они, ну, в общем, было уже не раз, да, на нашем рынке, и вот это модно, что мы сейчас ждем кризис, чтобы по низкой цене купить акции. Так вот, этот мыль, все доказательства, которые есть, со статистика об экономике развития, о мировой, не только России, США, да, о мировой, что происходит, говорит о том, что этот мыльный пузырь просто лопнет, да, и то, что я туда вкладываю, например, да, годами там, ну, долго там ждать не придется, сейчас, да, как я думаю, я не утверждаю, что будет именно так, я делюсь своей точкой зрения по поводу инвестиций, что вкладывать в акции, в облигации, это, ну, такая стратегия, конечно, нужно старость обеспечивать, но я сейчас, например, ну, я или другие люди, да, которые там 20 тысяч зарабатывают, эту тысячу откладывают, вместо того, чтобы себе купить просто каких-то витаминов, да, я вот на это смотрю так, а следующий момент, смотрите, вот есть разница с экономической точки зрения инвестиций, копить и спекуляции, да, продавать, покупать дешево, продавать дорого, и мы все называем это инвестицией, на самом деле инвестиции, это то, что, когда мы вкладываем и потом получаем от этого доход, вот, то есть купля-продажа, это уже купля-продажа, это уже не инвестиции, например, можно так сказать, я вот в сапоги, в сапоги инвестировала, купила их подешевле и продала подороже, это, ну, можно сказать, что это инвестиции, на самом деле это будет купля-продажа, вот, если, например, я на каждую свободную денежку покупаю доллары, и они у меня лежат в тумбочке, это тоже не инвестиция, вот, если я, например, эти доллары сбер-ложу там, например, на депозит, где-нибудь в банке, да, на него еще начисляются проценты, но они тоже, получается, инфляция, она быстрее, чем мои доллары в банке будут накапливаться. Вот про отпуск, да, если, ну, как я понимаю, а если я откладываю на отпуск, это, ну, не называется инвестирование, я просто откладываю на отпуск. Я в свое время прочитала очень хорошую книгу, в которой научилась распределять свой доход, он делится на 6 кошельков, значит, 10% я откладываю на отпуск, вот, я получила сумму какую-то, клиент мне перечислил, например, там, условно говоря, 100 единиц, да, 10%, 10 единиц я ложу на себе, на обучение, откладываю 10% на отпуск, 10% на долгосрочные, какие-то там на покупку жилья или еще что-то, 10%, ну, то, что для вас важно, 6-50% идет на основное проживание. Если я, например, хочу учиться, я смотрю, сколько у меня в этой копилочке, если у меня есть, я иду, если нет, я дальше дособираюсь. Вот мне вот это вот очень нравится, распределение дохода, если на отпуск, да, я конкретно накоплюсь на отпуск, да, вот откладываю 10% от дохода я накоплюсь на отпуск. Саша, не слышно тебя? Слышно? Говори, говори, одна только говори, одна. Только на одной ноге стой, не шевелись. Нет, слышно, нет? Да. Да? Смотрите, вы отвергли все наши методы инвестирования. А вы это что? Вы инвестируете, нет? Нет, я не отвергла. Почему? Я не отвергла. Я говорю о том, что я, я не буду вкладывать в акции, да, вот рынок, который искусственный. Вот я не буду, потому что... Я тоже экономист в высшем образовании, не искусственный это рынок, я тоже могу так сказать. Не искусственный, я тоже... Смотрите, Европа давно уже все инвестирует, просто до нас все доходит очень-очень долго. Мне просто, я поняла ваш смысл. Мне просто интересно. Ну вот вы распределяете свой доход. Вы, ну, откладываете, то есть доллары это не так, откладывать не так. А как хранить деньги? Ну вот как... Почему? У меня другой был вопрос вообще. Нужно не делать деньги. Сейчас. Как? У меня был другой немножечко вопрос. Я потом его повторю вопрос к Лене. Елен, как вы сохраняете деньги на средства? Или вы вообще не храните? Нет. Вот смотрите. То есть я свой доход делю вот на этих шесть шкатулочек, да? В том числе у меня есть 10% неприкасаемых, ни при каких обстоятельствах я его не буду трогать, что бы там ни случилось, да? Вот эти 10% он лежит на депозите. Лежит у меня. А как там в геобанке? Почему? Я за диверсификацию. Естественно, нельзя ложить все яйца в одной корзине. То есть это и доллары, и зебра, и депозит. Потому что на депозит все равно больше не положишь миллиону, да? Потому что там будет налог считаться процентов. Вот. Я... Мне очень нравится вкладывать недвижимость, получать доход от нее. Вот это реально. Это не настоящее, да? Это не лопнет, никуда не денется. Ну, по крайней мере, у нее есть вероятность того, что она не разрушится, что она не лопнет, на нее не подняется море. Были консерванты. Больше. Понимаете? Когда мы инвестируем, мы же выбираем стратегию инвестиций. И зависит это от нашего возраста. У каждого будет своя стратегия. У молодых людей одна стратегия, да? И по характеру. А у тех людей, которые уже идут ближе к закату своей жизни, у них будет другая стратегия. Ален, у меня времени не так уж много, чтобы разбрасываться, пойдет это, не пойдет это. Ален, я хотела вопрос задать. Давайте дадим слово. Ален, какой вопрос? Да, вопрос был не к тому, что что хорошо, что плохо. Когда сам решает, готов инвестировать. В любом возрасте это можно начать, никогда не поздно. Вопрос у меня был в другом. И именно с точки зрения юридической. Как обезопасить свои инвестиции и свои деньги. Именно вот с юридической стороны. Я не подкована в юридической области. Я просто инвестирую, получаю доход. И когда я начинаю получать большой доход, соответственно, налоговая начинает ко мне присматриваться. И вот как сделать так, чтобы все было четенько, по совести, чтобы спать спокойно. Вот в этом был вопрос. Не нужно спорить, какой инструмент лучше, какой хуже. Каждый для себя решает, готов он инвестировать в валюту, золото, криптовалюту. Да хоть недвижимость, хоть сапоги скупать, перекупать их, трусы покупать, продавать дороже. Это все способы заработка. Инвестиции – это возможность зарабатывать пассивно. У меня был вопрос в другом. В сердечной стороне. Хорошо. Смотрите, вы как хотите обезопасить себя? То есть в какой точке зрения? С того, что налоговая будет предъявлять к вам претензии, что вы не платите доход? Или как сделать так, чтобы защитить вашу валюту, чтобы она никуда не прогорела? Мои доходы как. То есть ко мне приходят деньги на карточку. Соответственно, у меня доход постоянно растет. И вот как сделать так, чтобы налоговая вообще… Ну, приходит и приходят деньги. Как мне сделать так, чтобы налоговая ко мне не прибиралась? Не заморозила мои счета. Вот как это все делать? П. Смотрите, я вас огорчу, потому что вы считаете, что налоги, они платятся только тогда, когда будет большой доход. У нас считается доходом в Российской Федерации два раза и более полученный доход. Неважно, сколько вы получите. По рублю, по два рубля, два раза получите уже предпринимательскую деятельность, и она уже облагаться должна налогом. Если вы ничего не будете предпринимать, то налоговая посчитает по выгодной ей системе. Самое большое с вашего дохода, да, 13% НДС, 20% НДС, и еще штраф 20%. Если вы позаботитесь о себе и подберете систему налогового обложения, оптимальную для вас, по минимальной, ну, с помощью закона, выбрать самую для вас оптимальную систему, то к вам налоговая не придет и не спросит, а вот у тебя на счет поступило столько, а ты запросила столько. Давай, плати остальное. Сейчас разрабатывается комплекс, налоговая разрабатывает комплекс, он уже частично работает. Это такая программа, которая мониторит все данные, называется АСК налог 3. Вот запишите, пожалуйста, и погуглите, что это, и вы увидите, прочитаете и поймете, что налоговая и так все видит о нас, да. А с 2022 года ни одна транзакция не пройдет мимо налоговой, она все видит, банки же идут, да, это ваш доход. И в 2022 году она будет смотреть эту программу, ну, она уже будет работать, и она увидит 21-й, 20-й, 19-й год. Доходы, которые были в эти годы, она может у вас спросить, если у вас был доход, где налог. Вот, поэтому, смотрите, у вас сетевой бизнес, и в договоре у вас нужно смотреть договор, что у вас написано, налоговая. То есть обычные сетевые компании пишут, что вы занимаетесь посреднической деятельностью, приводите клиентов. Или как, вы вообще читали свой договор, видели его? У нас сообщество, и у нас есть своя декларация, которую мы прописали сами. Соответственно, человек, который к нам приходит, он читает внимательно, подписывает эту декларацию, соответственно, он принимает риски, которые есть в инвестициях именно на себя. У нас не компания, у нас именно сообщество, в котором есть уже разные проекты, разные компании, как инструменты, которые позволяют нам зарабатывать, инвестировать в криптовалюту. Отлично. То есть, вот смотрите, для того, чтобы сказать, ну, вы сказали, как обезопасить себя. Если объединить ответ, я вам скажу, что вы хотите платить налогу. То есть, посмотрите, как вы можете, Саша смеется, Ну, смотрите, если самозанятый, там 3% налога. Ну, это у меня самозанятость. Заплатите и живите спокойно. Да? Вот. Поэтому, для того, чтобы сказать, какая система для вас будет оптимальна, ну, вот вы спросили, как, чтобы налоговая не пришла. Делайте все по закону, она к вам не придет. Да? А с другой стороны, другое дело, что вы выбираете наиболее оптимальную для себя систему, подбираете, которая будет для вас более оптимальной. Это уже просто так не скажешь, да? Вот, например, я не знаю, к врачу прийти и сказать, врач, скажите, пожалуйста, чем я болею? Он скажет, ну-ка, давайте-ка ваше обследование, анализы, какие жалобы, давайте я вас посмотрю, да? Так и с персонологом. Он говорит, давайте ваш договор, что у вас там, декларация, вот это, давайте я посмотрю, куда вы чего зачисляете, какие у вас обороты, объемы. Он считает, смотрит по разным системам, как это будет, да? И вы даете вам результат, что если вы будете вот на этой системе, то вам будет это самое, наименьшее, меньше всего налогов заплатить. Вот так вот просто сказать, просто вот так вот, ну, никто вам не скажет. 12 лет, ну, даже меньше уже. Тут купить квартиру и сдавать в аренду, это инвестиция. Это инвестиция. Но не продуманная инвестиция. Купить квартиру в ипотеку, сдавать в аренду, выгодно. Купить квартиру... Да, это надо считать. Надо считать. Все надо считать. Купить квартиру, если есть полная сумма на квартиру, выгоднее для перепродавки. Под сдачу только аренда. Я сейчас взяла в ипотеку, и аренду, ну, ее оплатят уже и люди. Это инвестиция. Это накопление, то есть я ее в любой момент могу продать, потому что сейчас квартиры и из ипотеки продаются. Дорожают, да. Да. Дорожают. И разница в цене, и уже какую-то сумму мне часть оплатят. Так, вот кто-то готов рисковать, а кто-то нет. Но везде, где деньги, есть риски. В любом бизнесе. Согласна. Они везде есть. Да? А что делать, если есть рискот и нельзя быть оформленным еще? Купать. Почему нельзя? По-моему, не везде. Если только госслужащим, нельзя оформляться дополнительно, насколько я знаю, госслужащим. А так, если вот есть у меня, например, в команде воспитательница, у нее самозанятость, она прекрасно совмещает. Можно, можно. Самозанятость. Не запрещено ничего, да. Если только там какая-то него служба. Да. Любой перевод на карту. Вы посмотрите, трудовой договор, что там написано. Может быть, там ограничения у вас есть. Вы его посмотрите. Если нет ограничений, значит, можете регистрироваться. Еще вопросы. Любой перевод на карту, который поступает неоднократно, считается как доход, с которым надо платить налога. Налог. Так? Это я не могу вам. Да, да. То есть, если это ни жена, ни мать, ни близкие родственники вам перечислили, больше двух раз вообще поступление у вас пришло, то вы должны будете доказать налоговой, что это не доход, а как. Подарок там, да, вся страна друг другу дарит подарки. Ну, налоговая, я же не думаю, да? Да. Вот. То есть, у вас должно быть продумано, как вы, потому что уже налоговая – это большая IT-компания. Уже мухом не пролетит. То есть, если сейчас нету массовых вот этих требований, хотя они уже приходят, уже есть требования. именно предпринимателям онлайн, да, говорят, что вы блогер, у вас есть сайт, по счету пришло 2 миллиона, а вы заплатили всего налогов со 140 тысяч. Налоговая все это видит. Поэтому, если вы думаете, что вы… Я самозащит. Налоговая не знает, что вы делаете. Нудное мнение по тому вопросу, связи работают, у нас вот нельзя, ограничения есть. Что с ним делать? Это вот вопрос. Прочитай, не вижу. Вопрос был. Просто самозащит. Да, уже официально устроено, у них есть ограничения по договору. Как сделать? Что делать, если официальная работа и нельзя быть оформленным еще? Как поступать? Ограничения есть. Работать связи. Увольняться и нормально работать. Да. Вот у меня клиентка… На себя. Да, клиентка спрашивала, ну вот, приходила на консультацию, у нее такая вот ситуация была. Дочь поступила у нее на государственную службу, на нее было оформлено ИП. И она не может быть дальше ИП, она его закрывает. И как все это переоформить на другого, ну, на родственника. На родственника, на родственника. Да. То есть тут вот, ну, а как, если законом запрещено, как вы обойдете это? Запрещено, значит, на вас ничего не должно быть оформлено. Уволиться нельзя. Уволиться нельзя. Всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Еще вопрос. А если это возврат долга на карту, все будут проверять? Скоро налогово, я уже отвечу коротко. Скоро будут все проверять. Устраивайтесь, пока есть время самозаняйтесь. А если мамочка получает пособие по уходу за ребенка, нельзя же самозанятость делать? Можно. Мне тоже кажется. Можно, это никак не зависит. Можно. Вы можете предоставлять справку, а можете... Да, про пособие самозанятость тоже интересно. Ну, мы ответили на вопрос. Самозанятость, ты регистрируешься. Если тебе нужна справка, ты ее распечатываешь. Если ты не хочешь предоставлять, кто там занимается, подкрубить, ты ее просто не хочешь. Так, все. Вопросов нету. Девочки, у вас есть какие-то чип-листы и подарочки нашим зрителям? Да, конечно. Лена, давай, ты первая. Смотрите, я вот думаю, если вы тегните наш эфир у себя в сторис и отметите меня, то я тогда окажу вам консультацию. То есть вы можете бесплатно получить у меня консультацию. По вашим сторис, те, кто тегнет меня, я увижу у себя. И приходите на консультацию. Особенно вот самозанятым очень важно изначально определить, как это будет по налогам, чтобы не потерять, потому что потерять можно даже больше, чем вы получите. Нам тут пишут. Нужно еще писать на эту тему. Назначенную. Нужно пишут. Спасибо. Нужен эфир. Отлично. Я отправила свой логин. Свой, точнее, инстаграмный. И подарок у меня состоит в следующем. Кто самый первый по окончании эфира напишет мне в личку в инстаграме, тот получит ключ доступа в наше сообщество отеля. Ключ доступа. И я подробнее расскажу, что это за сообщество и как здесь можно зарабатывать. А тем, кто просто напишет мне в директ и просто с плюсиком, соответственно, кто напишет директ мне плюсик, то я тому дам четкую стратегию в инвестициях. Как, на чем можно зарабатывать, стартуя просто от 10 долларов. Какие есть возможности. И вы сами для себя уже примете решение, готовы вы, не готовы. Хотите вы зарабатывать и каждый день вводить деньги, как я. Или же нет. А я просто по эфиру директора отвечу на все ваши вопросы, которые остались после эфира. По эфирам. У меня садится батарейка. Я пошла подключаться к заряднику. Саша, у нас есть три минутки. Можно вопрос тебе задать? Скажи, пожалуйста, ты сказала, что покупаешь квартиру, сдаешь ее, и это не инвестиция, то есть не выгодно. Если полностью покупаешь и оплачиваешь. Но смотри, это же все равно тоже доход. Это, конечно, отличается, что если я беру в ипотеку, и у меня получаются платежи, квартиранцы платят вот эту ипотеку. А если я из своих денег покупаю, не кредитуюсь, ничего, то есть у меня же тоже будет доход? Это считать надо. Он и есть доход, но у вас идет... У вас же в стране, у вас... Вы вкладываете все, помимо того, что получается доход. Потом еще идут... Это минимальная выгода, короче. Это надо отдельный вид. Просто считать надо. Мы считали просто с клиентами... У меня все слова выбители из головы. В общем, все нужно считать. Да, это надо считать, на самом деле. В ипотеку, когда 100%, это выгодно. Когда ты покупаешь за наличку... Нет, не 100%. Это мое эхо? У меня здесь просто... Я в кафе, поэтому я, наверное, буду прощаться. Потому что у меня сумма достаточно, очень много людей вокруг. Ну, давайте, что уже успели, обсудили. Да, давайте, чтобы за эфир сохранился у нас. Спасибо большое за эфир всем. Спасибо всем, всем. Все, пока-пока всем. Спасибо, что пришли. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...